Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, Алексеем Владимировичем Яблоковым, членом КОРОМ Российской Академии Наук, и Сергеем Поповым, астрофизиком, лауреатом фонда «Династия». Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Владимирович, как вы считаете, почему откровенное такое вредительство, даже в отношении, казалось бы, проверенного и уважаемого фонда, применили закон об иностранных агентах? Я-то считаю, но не только я, это и позиция моей партии. На кой хрен нужна наука? Той стране, которая выбрала себе путь, как сырьевой придаток индустриального мира. Понимаешь, вот в этом ключ. Нам не нужна наука. России не нужна наука. Вот той России, которая сформировалась сейчас и которая движется куда-то непонятно куда, наука не нужна. Хай-тек не нужен. В этом проблема. Ну, а дальше тут фонды, конечно, если человек получает деньги от каких-то благотворительных фондов, значит, он не зависит. Он не зависит ни от чего. А это уже опасно. Посмотрите, что делают. Любые независимые структуры, будь то слабый, малый бизнес, душатся. Почему? Да потому что они независимы. Ну, то же самое и с наукой, вот с этими благотворителями науки. Они независимы, и это опасно. Сергей Борисович, какой был механизм определения стипендиата фонда династии? Ну, надеюсь, пока и остается этот механизм. По разным программам он разный, безусловно, но существенно, что фонд создал очень хорошие экспертные советы, во-первых. Во-вторых, по многим существенным программам, вот именно молодые кандидаты наук, молодые доктора наук, там существовали рекомендательные письма, где не исключалось, но я не скажу, что приветствовалось, просто вот можно было в качестве рекомендателя брать зарубежных ученых, что часто очень хорошо, просто потому, что это выводит людей вот из такой локальной тусовки, рекомендатель должен быть независимым экспертом, и, соответственно, потом экспертный совет принимал решение, и конкуренция, как правило, была достаточно сильная на всех этапах, там, от студентов до доктора наук. А какая-то была отчетность? Отчетность была, безусловно, но прелесть, поскольку я в разных фондах периодически получаю гранты, прелесть династии в том, что и на уровне подачи, и на уровне отчетности там нет действительно много лишней бюрократии, то есть не надо собирать миллион разных бумажек подтверждающих, не надо собирать то-то. Действительно, человек просто описывает, что он сделал за прошедшее время, и там, если программа продолжается, грант продлевается, ну, если закончилось, значит, закончилось, отчет одобряется или нет. Ну, и были всякие промежуточные вещи, например, я вот вдруг осознал, что люди не знают, фонд династии действительно финансировал работу ученых в России, то есть если человек уезжал из России больше, чем на месяц, то финансирование гранта прекращалось на это время, это, на мой взгляд, такой существенный момент, который обычно люди не знают. Да, ведь патриотичный был меценат Зимина. Династия работала так, как работают нормальные зарубежные фонды. Смотри, вот в Америке, в Германии, во Франции, ну, в старых капиталистических странах, до 30% населения связаны вот с разными неправительственными фондами, потому что накапливаются капиталы, и они куда идут? Рокфеллер, Морган, ну и так далее, они же не идут на обогащение этих семей, которые там, ну, конечно, небогатые люди, но огромные деньги накопленные, они пускают на благотворительность. Я работал, я был в фонде этого самого Маккартура, я был одним из советников по России. Я хорошо, я знаю ситуацию, которая была с Соросом, я работал с Соросом, я знаю все это дело, я понимаю, вот вы правильно говорите, что очень четко налаженные, в хорошем фонде всегда бывает так, очень мало бюрократии, очень четко налаженная оценка, сильная конкуренция, и это действительно двигает науку, это действительно двигает. Люди, которые думают, что вот, ах, там какие-то американские фонды финансируют нас и так далее, и поэтому там что-то такое, это идиотство, просто идиотство, потому что я знаю работу этих американских фондов изнутри. Я знаю, что они действительно, вот как у них написано, слоганы, там, просвещение, образование, там, благополучие во всем мире, так они и действуют, внутри Америки и за пределами Америки. Да, вот, каких успехов удалось достичь? Ну, во-первых, сохранились кадры отечественной науки, раз вы говорите, нельзя было уезжать, и люди могли здесь работать. Да, существенно, плюс, просто, поскольку фонд ориентирован в первую очередь на молодых ученых, то программы, они скорее в какой-то момент предоставляли молодым ученым возможность там или вернуться, ну, вот у меня так было, я работал в Италии, сколько, 13 лет назад, у меня заканчивался пуздок, я подавался в разные места, и в том числе, как раз появилась программа молодых кандидатов, мне предложили податься на эту программу, я подался, получил ее, ну, и сравнив какие-то вещи, я решил все-таки приехать в Россию, но я думаю сейчас, что если бы я не получил Гранд Династии, я бы просто поехал куда-то еще, то есть у меня просто вот был выбор в этот момент. А там какую-то обеспечит вам аппаратуру, ведь все-таки у вас такая сложная профессия. Я, к счастью, теоретик, мне немножко проще. Фонд, важно понимать, что фонд, конечно, он небольшой, и он очень четко фокусировался на тех направлениях, где, используя относительно небольшие средства, можно очень эффективно поддерживать людей, и это физика, в основном теоретическая, математика, молекулярная биология, то есть какие-то области, где действительно человеческий капитал важнее всего остального. Смотрите, за последние 10-15 лет из России уехало полмиллиона людей с высшим образованием, молодых людей с высшим образованием. Ну, это уже стало там, я не притчевоязыцах, от нас уезжают, они получают там хорошие посты, были случаи, что они становятся лауреатами Нобелевской премии, там 3-4 человека стали лауреатами Нобелевской премии, уехавшие отсюда, вот такие же молодые ребята, как он, как сидит, как за этим столом сидит человек. Значит, мозги-то есть, но все в том дело, что не нужны эти мозги здесь. Ну вот, может, вашу астрофизику терпят, а вообще-то нахрен нужна всякая наука. Вы подумайте, смотри, общие расходы на науку, общие расходы на науку, на фундаментальную науку, примерно 150 миллиардов рублей, вот в этом году. 150 миллиардов рублей, это примерно одна подводная лодка. Вот так. Класса Курск, да? Да, вот Курск, типа атомный подводный крейсер, ракетоносец. 5 миллиардов долларов. Это значит уже будет, ну вот как раз вот и будет. Вот такие проблемы. А потом еще, как эти деньги тратятся? Вот это более существенно, наверное. Даже не объем, а как тратятся. Как они тратятся? Мы с ужасом смотрим, как они тратятся. Когда вот приглашают людей в Сколково за бешеные зарплаты, за каких-то там этих самых западных ученых, за облачные зарплаты платят. И это Сколково, которое по идее вроде должно было и такого типа. Вытащить бы наш хай-тек, ничего подобного не получается. И вся наука, вся наука рушится. Вся наука. Причем это, понимаете, даже не только в деньгах. Но в деньгах получается так. Развитые страны тратят на науку, если говорить в долях ВВП, головового внутреннего продукта, 3-4%. Мы один. Один. Да и то этот один процент идет не так, как... Дали бы ученым этот один процент. Ну как в Америке. Огромные деньги, и они распределяют ученые. Ученые распределяют эти деньги. А у нас бюрократы распределяют. Тут есть тонкости. То есть я, например, далеко не уверен, что существует сейчас какая-то большая, хорошо организованная, понятная группа ученых. Нет. Которая может... Нету. Поэтому это сложный вопрос. Как бы деньги некому дать. И одна из проблем, если уж про науку в России говорить, и поспрашивать коллег, как они себе представляют реформирование науки. Удивительным образом, что бы они ни говорили, почти все я, конечно, не обобщаю на 100%. Но эти предложения не будут включать реальное включение России, например, в мировой рынок научных кадров. То есть я не видел серьезного обсуждения предложений, которые бы привели к тому, чтобы, например, ну я не знаю, четверть сотрудников была бы иностранцами. Не потому, что мы их специально приглашаем, а потому, что так устроено. Условно говоря, как спортивные клубы, профессиональные футбольные хоккейные работают. Это нормальная ситуация. Там нет идеи специально набрать каких-нибудь бразильцев. Набирают, кого набирают. Есть люди, отвечающие за кадры в клубе спортивном. Им нужен нападающий, они ищут, нашли. Вот он оказался бразильцем, а в следующий раз окажется россиянином, там четвертый раз немцем и так далее. А в науке все равно мы всегда обсуждаем, как нам оставить науку почти как она есть, но только чтобы был денег побольше. Это не очень, мне кажется, перспективный путь. Но денег нужно побольше. И эти деньги должны тратиться рационально, а не так, как они сейчас тратятся. Кроме того, ведь это не только в деньгах дело. Смотрите, в 2000... Академия наук понесла первый удар, такой серьезный, по-моему, в 2008 или 2007 году, когда президент Академии наук, когда Академия наук потеряла свою самостоятельность. Да-да. Тогда президент Академии наук. Устав изменен был, и президент Академии наук стал утверждать президент Российской Федерации. Все. Академические свободы, академическая независимость, с тех пор уже фикция. И даже недвижимость уже фикция. Ну, конечно. Конечно, теперь нано, эфана отобрала и недвижимость. Да, к нашему разговору присоединился Михаил Гельфан, доктор биологических наук. Скажите, пожалуйста, в чем была ценность, и пока остается еще 4 недели, вот таких благотворительных, меценатских фондов, как династия? Ну, ценность конкретно династии или ценность фондов вообще? Ну да, но чтобы другие-то хотя бы не записали в иностранные агенты, как и ее уже записали. Нет, погодите. Значит, записывание в иностранные агенты не зависит от ценности. Это два разных вопроса. Ну, просто если бы люди понимали... Ну, давайте я объясню про ценность конкретно династии. Давайте, да. Значит, династия, во-первых, была самым крупным благотворительным фондом, который занимался просвещением и наукой. Династия затыкала, так сказать, некоторые дыры, даже не ценой больших финансов, а просто тем, что она умела их хорошо идентифицировать. Собственно, тренд, скажем, на развитие популяризации науки, на издание научно-популярных книг. Вообще, вот на моду популяризации науки, по-видимому, был задан династией, ну, фактически волевым усилием. Они начали издавать хорошие книги, и переводные, и российские. Династия ввела гранты для молодых ученых задолго до того, как это начала делать, например, РФФИ. То есть она вот увидела эту дырку. Ну, сейчас, слава богу, РФФИ тоже такие гранты имеют. В этом смысле это уже не так актуально. Династия поддерживала там фестивали науки, опять-таки, не в Москве и в Питере, а от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это, в общем, уникальная вещь, действительно. В Москве научно-популярных событий, на самом деле, много. А вот в Калининграде и в Петропавловске, ну, их честно меньше. Там то, что лично мне очень близко, и мне очень жалко, что этого не будет, это школы для старшеклассников по биологии, где там две недели происходит реальная экспериментальная работа, в том числе. То есть там полдня это лекции и семинары, полдня это реальная работа в лабораториях. И я за последние дни много раз это уже рассказывал, но я еще раз повторю, что вот у меня есть статья в нормальном, хорошем научном журнале по-английски, в котором соавтором является просто школьница. У нее афилиация, там, средняя школа, я не помню номера. Вот это, кроме династии, не делал никто. И кроме того, династия показывала пример процедуры. Вот процедуры экспертизы, процедуры выбора приоритетов с обсуждением в Совете директоров. Я один раз докладывал вот некоторый проект на Совете директоров, это было очень мучительно. Меня действительно реально умные люди мучили злыми умными вопросами. И в результате там довольно много чего пришлось поменять в том, что мы первоначально планировали. И в процедуре, собственно, конкурсов, когда там имеется внешняя экспертиза, независимая, объективная. Ну, в общем, все, что мы от экспертизы хотим. С одной стороны пропадает очень много просто конкретных, очень полезных вещей, а с другой стороны пропадает такой вот пример и маяк, на который, вообще говоря, можно было бы равняться. Если бы со мной кто-то советовался, ну, было там иногда, значит, когда всякие люди со мной советовались, как бы им организовать вот такую научную благотворительность, у меня, в общем, ответ был такой, что он сказал, посмотрите, как делает династия, сделайте примерно то же самое в тех областях, которые вам интересны. Но сейчас такого маяка нет. Я бы еще одну штуку упомянул. Один аспект того, что происходит с наукой. Дискредитация научных знаний в обществе. Это тоже происходит. И она в самом разном виде выражается. То, что наши чиновники массово стали получать липовые дипломы... Не, погодите, они массово их начали получать давно, сейчас их просто массово начали анализировать. Все равно. Значит, мы сейчас поняли масштаб этой проблемы. Не поняли. Потому что масштаб... Извините, Буград, я перебью сразу. Значит, хрен с ними, с чиновниками. То, что у там тульского губернатора имеется липовая... Корочка, да, доктор наук. Кандидатская, да. Ну, бог с ним. Там отдельно можно обсуждать, насколько он в состоянии подобрать правильную команду, если его таким способом надули. Да, я слышал, что он не сам переклеивал там эти титульные листы. А имеется на самом деле очень много липовых диссертаций у профессоров и ректоров. И вот это гораздо страшнее. У этих все-таки ребят своя жизнь, да, они там... И в целом... Вот я все-таки свою мысль продолжу. В целом, вот, научное знание как таковое, как, я не знаю, как святое, чистое и так далее, испорчено в общественном сознании. Да, они там такие, они там все так занимаются, бог знает чем, неизвестно, чем неизвестно, насколько серьезна их наука и так далее, и так далее. Это тоже серьезное дело. Я боюсь, что это немножко упрощение. Нет. Потому что... Нет, погодите, вот тот факт, что тот же самый чиновник все-таки наряду там с правильной машиной, правильной секретаршей и правильными там костюмами и часами хочет иметь эту корочку, означает, что некоторый престиж там ученой степени все-таки имеется. И в этом смысле как раз, ну... Ну, может быть, да, может быть, может быть. Тут другое дело, что идет действительно какой-то колоссальный вал бессмысленного мракобесия из телевизора, да, там, астрологи, ну, хрен знает, сережная часть. Вот. Там антигмошники, антивакцинаторы, вот вся эта хрень, так сказать. Астрологи, астрофизики, одна команда. Вот, да. Ну, и вот если действительно говорить про вот дискредитацию научного знания и вот это вот липовые корочки, то как раз ситуация с преподавателями и... Ну, хорошо, давайте вот опять мой любимый пример. Вектор Бауманке, немножко, это главный технический университет страны. У него списанная диссертация. И это опубликовано уже довольно давно, висит на сайте диссернета. Теперь кто-то удивляется, почему у нас балава падает. Вот поэтому и падает. Кстати, возвращаясь к династии и ко всей этой проблематике, очень существенный момент это привести настоящих ученых, не просто там, даже абстрактно, к людям, людей в конце концов очень много, а к людям, которые дальше могут что-то передавать. Вот в династии изначально была программа небольших фестивалей науки для там всего города, какой-то большой площадки, а программа таких дней науки, которые в первую очередь были направлены на адекватных учителей. Поскольку учителя все-таки это трансляторы дальше, и я участвую в таких программах и в династии, и не в династии, вижу большую разницу рассказать в аудитории из 50 человек, когда это просто какие-то 50 человек. Это приятно, интересно, здорово. Но если это 50 учителей, то есть люди, которые потом придут в такие же комнаты, перед ними опять будет сидеть 50 человек, то я чувствую некую большую значимость. Это тоже к поиску узких мест и важных дыр. Это вот очень важно. То есть привести настоящих ученых. Я вот помню, когда давным-давно, 20 с чем-то лет назад, я написал первую свою статью научную. Очень этим гордился. И у меня была знакомая, которая была молодой учительницей. Она зашла в гости к родителям какой-то надобности. Я, естественно, похвастался. Вот статья. Она смотрит. Преподатель математики, кстати, то есть не рисования, не физкультура. Она так смотрит. Говорит, а что этого еще никто не написал? У меня был некий шок, потому что я не мог понять. У меня вообще не складывалось. Если это научная статья, значит это оригинальная работа, значит по определению этого никто не написал. Как такой вопрос у учителя может возникнуть? А они возникают. То есть действительно есть такая проблема. И поэтому свести учителей с действующими учеными достаточно хорошего уровня, это очень важная вещь для решения всей этой проблематики. Предыдущую попытку такого сорта сделал второй сильно оболганный человек, а именно Сорос. Ну да, кстати. Да, мы его в пятницу обсуждали. Я участвовал лично в этом деле. Вы тоже, по-моему? Нет, я слишком молодой. А мне кажется, что лет 10 назад пытались Новориши, Абрамович, Дерипаска, Мамут хотели какие-то стипендии создать. Я даже снимал один репортаж про них. Дерипаска вы мною сделал. Смотрите, там было два вещи. Там было две вещи. Значит, был фонд действительно тех трех людей, которых вы назвали. И это были просто премии академическим ученым. Максим Каган был в жюри. Да-да-да, без каких-то дополнительных условий. Просто, так сказать, вот кто-то определял, ну вот Максим Каган, в частности, выдающихся ученых, и им давали премию. Само-то себе на самом деле хорошее дело. У меня такая премия была, я вполне за нее благодарен. У Дерипаски есть сейчас отдельный фонд. Я не знаю всего, чего он делает, но вот он некоторое время делал такие полу-гранты, полу-премии для молодых ученых, работающих в естественных науках из Московского университета. Да, ну, он выпускник Московского университета. Вот он, так сказать. И это, в принципе, тоже очень хорошее дело. Вот сейчас там некоторые, так сказать, переформатирования, я не знаю, чем это кончится. Но это был нормальный, хороший конкурс. То есть они не существуют, да? Это было. Есть потанинские стипендии для студентов. Нет, в принципе, династия была не единственным фондом, который работал вот в области естественных наук. Вот как минимум три я знаю. Но он был, вот, выдающимся именно по разнообразию и по уровню. Еще одна проблема, связанная с наукой. Деградация высшей школы вообще. Деградация высшей школы. Посмотрите, рейтинг наших университетов. Лучшие университеты где-то в 200-м рейтинге всего мира. Да, мирового. В первую сотню никто не входит. Это же куда гониться, понимаешь? Много на что завязано, это все-таки рейтинг именно международный. Поэтому, если люди не очень стремятся на международный рынок, а чтобы на него стремиться, мало сделать один университет. Нужно, чтобы вокруг все работало. Но мы же говорим, что нельзя изолировать страну. Страна должна быть частью мирового сообщества. Только тогда возможно развитие, только тогда, я не знаю, высокие технологии, следующий уклад и так далее. А кому мы это говорим? Ну, кому? Себе говорим. Вот-вот. Себе говорим. Для того, чтобы понять, что происходит. Вот вы не слышали, я начинал. Я прошу прощения, я опоздал, я как раз занимался образованием. Я, собственно, с этого и начал. Что для страны, которая выбрала для себя роль сырьевого придатка в индустриальном мире, нам не нужна наука. Такой стране не нужна высокая наука. Это одна сторона. А вторая сторона, что очень трудно себе представить, что вот в науке все будет хорошо и по уму. И вот будет такая база новая кость, где, так сказать, все вот такая вот идеальная, значит, Кастальская академия, где все честно, высокие идеалы, замечательная наука. Но как бы вне контекста всего остального тоже так не бывает. Еще момент. Вот как с этим бороться или как с этим уметь делать? Мы сейчас вернулись оба из Петербурга. Мы там были на конференции посвященной Тимофею, 115 лет Тимофею Юрисовскому. И я заметил некоторое сходство в наших докладах. Когда вы сделали доклад, вы, по-моему, в конце говорили о династии. Да. И очень много. Когда я сделал доклад по науке, я стал говорить о том, о позорных соглашениях между МАГАТЭ и Всемирной организацией здравоохранения, которое препятствует объективному рассказу о влиянии радиации на здоровье населения. То есть я к чему? Нужно, чтобы наука не была вне политики. Не было совсем уйти. Это вот последний митинг показал, что вроде бы просыпаются люди. Вроде бы начинают думать и понимать, что, ну я не знаю, голос гражданского общества, научного гражданского общества, должен быть слышен. У нас мало слышен. Молодцы, что пришли. И вот, очевидно, может быть, это и повлияло, что чуть-чуть отложили ликвидацию фонда сегодня. Ну не знаю, мне трудно комментировать решение совета. Все-таки люди пытаются, как я понимаю, читая Facebook, условно говоря, люди пытаются найти какие-то разумные решения, которые помогут в какой-то форме или надеяться на продолжение работы фонда, или вот что-то такое найти. Это очень неприятно. Я слышал интервью Зиминарзу, он просто был оскорблен, что его записали в иностранные агенты, но просто человек не ожидал такой пощечины. Просто обиду в нем играть, не то, что он какие-то там испытал бы там может быть ограничения. Я не готов, честно говоря, заниматься психоанализом Дмитрия Борисовича и думать, так сказать, про мотивы его решения, они могут быть разные, но в любом случае то, что было сделано, было совершенно замечательно, действительно. И то, что это развалили, это большое свидетельство. Ну вот, то есть, моя-то идея какая? Что наука трещит по швам везде. Везде. И молодежная, и там научные школы, которые там... И инфанитарная. Всюду. Фундаментальная, и прикладная. Прикладная тоже самое хреново получается с прикладной наукой у нас. Потому что инновации, по инновациям мы тоже находимся где-то по инвестициям в инновации, по-моему, мы за сотой доли денег, которые идут на инновации. Так что, я не знаю, у нас... Как они, как они, как Кремль собирается вести дело со страной, иметь дело со страной, где разваливается наука, я не понимаю. Я согласен с тем, что невозможно одну науку выделить, сказать, что вот в науке хорошо, а в других местах там, я не знаю. У нас так же плохо с здравоохранением, так же плохо с образованием, так же плохо... Ну, я не знаю, куда ни кинь, куда ни кинь. Понимаете? Вот это вот... То есть, вот этого общественного общественного согласия о том, куда идет страна, нету. И это очень опасно. Погодите, общественное согласие есть, просто мы с вами с ним не согласны. Ну, общественное согласие вы называете что? Крым наш и... Ну, перестаньте, это ерунда. Это невозможно... Это не общественное согласие. Это не согласие о будущем страны. Я имею в виду, куда идет страна? Куда идет страна? Вот какая программа развития страны? Куда мы, я не знаю, зовем или там, о чем мы мечтаем? Одно время говорили, мы там, как они, энергетический донор всего мира. Вспомните, двухтысячные годы... Это какая-то все-таки ужасная... Порт Пяти Марии. Я прощу прощения, да, это все-таки какая-то по-моему, ужасная аберрация. А у там какой-нибудь, не знаю, Великобритании, у них вот есть общественное согласие по поводу того, куда идет страна? По-моему, она как бы... А она само собой получается. Потому что, если они недовольны своей властью, так они просто меняют ее на выборах. Мы этого не можем сделать. Вот, вот это другое дело. Так, это то же самое? Нет, это не элемент общественного согласия. Это вопрос механизма, который позволяет... Нет, это больше, чем механизм. Когда нас обманули на выборах 2011 года, и мы получили то, что мы сейчас имеем, а мы промолчали... Нет, мы вышли на болотную... Во-первых, кто промолчал, а кто нет. Нет, ну, имеется в виду, что да. Но мы как... Нас слишком мало. Погодите, а когда... Ну, я прошу прощения, а когда был, значит, путь в августе 1991 года, то по большому счету на самом деле не промолчало тоже не очень много народу. Да, там Белый дом, так сказать, в Москве и там на Дворцовой площади в Питере собирались, ну, не миллионные толпы. Так что в этом смысле как раз ожидать, ожидать, что там протестовать против подкрученных выборов там выйдет очень-очень много людей, ну... Значит, критической массы не добрали. Я согласен, да, если бы на Болотной было там не 100 тысяч человек, а миллион, реакция была бы другая. А это было 10 тысяч, то просто всех бы измордовали уже тогда и не стали бы дожидаться до 6 мая. Тоже правильно. Вот. Но рассчитывать на то, чтобы вот вся большая страна поднимется, не дай бог. Нет, и слава богу, не дай бог, чтобы она поднялась. Ну, вот да. Потому что русский бунт, как известно, так сказать, бессмысленный и беспощадный. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что нужна какая-то разумная программа будущего. Наши коллеги попросили напомнить, что сегодня Жанна Немцова приняла решение остаться за границей и не возвращаться в Россию. И вот это ее можно понять. Ну, вот это одна из разумных программ будущего. А вот я к этому могу добавить, что мои друзья, мои коллеги, мои знакомые, экологи, уже несколько человек приняли решение. В прошлый раз мы встречались с вами с Женей Чириковой, она сидела за этим столом. А она теперь уехала в Эстонию. Она уехала в Эстонию, переехала жить в Эстонию. И таких иммигрантов, невольных, которые под угрозой Костя Рубахин, этот самый, Сурен Газарян, я могу, вот уже пальцев скоро не хватит. Да, конечно. А вот политические у нас и Даниил Константинов, и Алексей Сахнин, хотя они левые, они тоже оппозиционеры. Они под угрозой преследования, под угрозой явной посадки. Даниил Константинов, по-моему, не левый, он, по-моему, фашистик. Он уже сейчас прогрессировал, да. Ну, это как проективная геометрия, через бесконечную удаленную точку. Да, но Алексей Сахнин зам был удальцов. Не знаю я Сахнина. Вот, так что, видите, у нас и по всем направлениям отступает гражданское общество. По всем направлениям. По всем направлениям. Вот об этом ты. И меня удивляет немножко, так сказать, ваше, там, я не знаю, такое ерничество или оптимизм. Оптимизм, да. По поводу... Осторожный. Да. Погодите, а какой оптимизм? В чем, в чем из того, что я сказал, можно усмотреть оптимизм? Ну, может быть... Нет, это отсутствие, так сказать, отсутствие... Ну, нет, ну... Нет, если оптимизмом называть то, что я там не лью слезы, это как пьеро там каждые пять минут, ну, да. Не просто не льете слезы, вы как-то, на мой взгляд, цепляетесь за детали, а не говорите о серьезных вещах. А я... Да, это правда. Я на этом, если можно, расскажу анекдот. Давайте. Значит, золотая свадьба у Рабиновичей, и... Ну, уже, так сказать, как-то все гости там выпили, ну, старые друзья собрались, естественно, да, и вот... Друзья жениха, вот они как-то отошли покурить, и самый старый его друг, как-то вот, переглянувшись, говорит, Добраша, говорит, вот, ну, мы очень давно знакомы, я все-таки тебя спрошу, вот, Циля Марковна, мы ее очень уважаем, но она все-таки непростая женщина, вот, как тебе так удалось вот 50 лет с ней, значит, прожить душа в душу? ну, очень легко, говорит, мы с Цилечкой сразу договорились, что я решаю важные проблемы, а она не важна. А она не важна. Добраша, а вот это вот что, вот важные и не важные? Говорит, ну как, вот важные, это что делать с Суэцким каналом? Ну да. А не важные, это купить новую шубу или не купить? Вот я давно решил, что я занимаюсь неважными проблемами, да, вот куда идет страна, я не понимаю, и я про это думать не умею, у меня, я боюсь, честно говоря, что это немножко, так сказать, не вопрос обсуждений, да, это должно кристаллизоваться само, а вот что делать с династией, вот да, это я бы порешал. Да, вот возвращаясь тогда к фондам вообще, я правильно понимаю, что у нас же до сих пор так и нет закона о меценатах? О меценатах, ни скидок никаких, да, налоговых нетов. Белгейт, дающий 100 миллионов долларов на что-то, и наш человек, дающий 100 миллионов долларов на что-то дают совершенно разные деньги, потому что Билл Гейтс выводит это из-под налогооблагаемой базы, а наш в полный рост платят все налоги, и потом просто из своего кармана, еще отчитываясь на каждом шагу, в общем, так и было, так и есть. Мне кажется, что тогда вот действительно эти островки делать очень трудно, потому что одно дело, если человек выводит часть денег из-под налогов, ну, фактически распоряжается в том числе и заметной частью своих налогов, а другое дело, когда у человека действительно, вот это уже его деньги, их тяжелее отдать. Все, кто имеет гранты, знают, как по-разному. как бы мы ни хотели уйти в эти детали, что все упирается в ту систему власти, которая существует у нас, когда такая авторитарная власть, когда все это выстроено. Это правильно, но это как раз неважный вопрос. Нет, 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 это... По моей терминологии, потому что там как раз понятно, что делать. И оттуда и следует это, боязнь, так сказать, потерять контроль на какой-то части общества. И это верно. А это как раз и есть контроль, теряется контроль. И это верно, конечно, я думаю, что один из существенных, так сказать, неформулируемых, одной из существенных неформулируемых претензий их династии было как раз ровно то, что это был действительно такой очаг, так сказать, консолидации в общем независимо думающих людей. Не при политику независимо думающих, хотя бы про что-то. Ну да, и Ходорковского от «Открытой России» первое издание тоже за это закрыли. Предыдущий прецедент был, ну слава богу, тут все-таки как-то более мягкими средствами обошлись. Да, и помните, он взял детей из Бесланова в детский дом, так с них хотели слупить еще налоги огромные, многотысячные, что, мол, они грантоприобретатели, эти дети, которые осиротели. Вот у нас так вот такое законодательство. Так что, как мы не крутим вот эти частные вопросы по фондам, все равно мы выходим на то, что мы упираемся в систему управления в России, которая сложилась, авторитарная, и она вот эта вертикаль власти пресловутая, бюрократическая, и в этой системе нет места ни науке, ни независимым фондам, вообще, вообще нормальному человеку. Давайте я попробую все-таки роль адвоката дьявола сыграть. Сыграй. Про независимые фонды, конечно, в этой системе места им нет, это правильно, да? Про науку вопрос тонкий, потому что все-таки система в 40-е годы и 50-е была еще более жесткой, авторитарной, а какая-то наука при этом была, была и даже местами очень хорошая. На самом деле это интересный вопрос вот соотношения авторитаризма и даже тоталитаризма и науки, он, эффективности науки, он на самом деле не такой тривиальный, как нам хочется думать. Я тоже очень люблю говорить, что, так сказать, не может быть современной науки, кроме как в демократическом обществе. Если попадается умный оппонент, то с ним уже тяжело. Как лозунг это работает замечательно. может быть там то, что я для себя придумал, что там две вещи. Во-первых, надо различать науку и технологии. В этом смысле атомный проект он был совершенно потрясающий, но это все-таки технологический проект, а не научный. Там результатом был продукт, а не знание. Собственно, в этом основном критерии. А второе, что может быть действительно наука тоже поменялось. Видимо, да. Что вот и модели 50-х годов в современной науке уже не воспроизводятся. Но вот про это надо на самом деле думать. Это не реальная вещь. В той области науки, биологии, там, я не знаю, зоология, классическая, все-таки очень важна вот эта мысль, свободная мысль, которая, я не знаю, преодолевает всякие преграды. А свободной мысли не получается, когда у вас на это вам хитрый оппонент приведет именно ваших же учителей и скажет, что вот они жили в это время и мысли у них занимались. Работать и они решали задачи какие-то. Правильно вы сказали, технологические задачи. Нет, но прорывные задачи не получалось. Почему все-таки там и теоретически физика, математика в стране были очень сильные. Мне кажется, более-менее можно, может быть, у науковедов есть альтернативные точки зрения. но отставали же в генетике, в кибернетике. В генетике, в кибернетике отставали, потому что они попали под некоторые... Нет, правильно. Что невозможно в тоталитарном обществе и авторитарном, это, условно говоря, гармоничное развитие науки. когда действительно прикрыты прикрыты области и в каждой области есть какие-то специализации, но при этом действительно по широкому... Я тоже не очень люблю этот образ такой стандартный академического начальства, что надо двигаться широким фронтом, потому что это всегда означает, что размазать тонким слоем, если перевести на русский язык. Но тем не менее, всегда оказывается какая-то часть науки под идеологическим прессом, по случайным причинам. Лысенко никаким законом природы не диктуется. Известно, что та же самая идеологическая борьба в физике в какой-то момент не прошла, потому что собрались ведущие физики и скажут, что, ребята, уже одно из двух или бомбу, или квантовая механика это, значит, буржуазный идеализм. Продажная, да, девка. А в биологии так не получилось. Ну вот смотри, сейчас получается, что вот это самое то, что, вернешься к реальной ситуации с фана, когда от нас требует бесконечное множество отчетов и жуткое количество «Ага, вот такая-то статья, такой-то балл, такая-то статья, такой-то балл, такой-то…» И это препятствует вот тому свободному поиску и свободному, я не знаю, находкам, которые характерны для науки. Это верно, но, к сожалению, в системе Академии наук, вот той, которая там сложилась, было очень большое количество людей, которые свободным поиском прикрывали просто полную импотенцию. Ну, это всегда так было, это всегда было. Да, это вряд ли исправили, сейчас тоже, по-моему, то же самое осталось. Вот, поэтому тут, вот, насчет того, что баллы и статьи, тут надо осторожно. Я… Так вы что, забалы и статьи, что ли? Я… Есть третье решение, просто плохо ограничивать себя двумя такими альтернативами. Да, вот, я тоже хотел сказать, так сказать, нет, это ложный выбор. Это ложный выбор, я, собственно, ровно это хотел сказать, да, спасибо, Сереж. Вот. Значит, я думаю, например, что система, любая, сколько-нибудь разумная библиометрическая система, лучше, чем прямой административный ресурс, который в той же самой, значит, академии у нас протестал вовсю. Согласен. А дальше, мне кажется, надо ее действительно, так сказать, применять разумно, да, как любой инструмент, она там не годится в очень многих ситуациях, да, филологов мерить баллами было бы странно. Ну, перекинем мосточек от династии, ситуации династии, что делать с нашей наукой надо? Вот как вы считаете, что бы надо было сделать, чтобы, я не знаю, хоть как-то исправить положение? Значит, я думаю, что с нашей наукой надо было бы делать следующее. Одна вещь уже опоздала. Это надо было делать в 2007 году, когда существенно увеличилось финансирование науки. Я бы считал, что то финансирование, которое увеличивалось там в 2007-2008 году, это действительно был заметным природством. Надо было пускать не по стандартным каналам, просто равномерно увеличивая все, а существенно увеличивать долю грантового финансирования и конкурсного. Я бы считал, что вот такое грантовое финансирование должно было бы однопраллельно, так сказать, не только идти вот в научные группы, Вот то, что мы привыкли называть грантом, но должны были бы быть очень большие, то, что в английской системе, в американских системе называется оверхед, а у нас называется глупым словом накладные расходы. Грубо говоря, на каждый рубль, который человек выиграл на конкурсе, его институт должен был тоже получать рубль. Не то, что он из каждого своего... Ну, понятно, понятно. Это очень тонкая психологическая вещь. Опять-таки Сергей про это говорил. Не то, что ты получил рубль и полтинник из него отдаешь директору, это жалко. А ты получил рубль, а директор за это тоже получил рубль. Это совершенно другая психологическая ситуация. Я согласен. Вот. Абсолютно критическая вещь. Это адекватная экспертиза всех конкурсов. Конкурсная система это не пележные конкурсы, которые... Для больших проектов с международной экспертизой. Вот это три ключевых вещи, которые... То есть больше роль самих ученых, в конце концов. Когда вы говорите об экспертизе. Когда я говорю про экспертизу, это... Ну, понимаете, я боюсь, что в России современной... Во всяком случае, в биологии уж точно. Не знаю, как про физику. Силами только российских ученых сделать адекватную экспертизу невозможно, потому что их настолько мало, что будет не встроенной... Давайте привлекать западных, ради бога. Вот это как раз третье потерянное решение. Это вот... Ну, в астрономии это понятно даже без людей. А у нас вот есть такая проблема. Большие новые телескопы — это дорогая штука. Действительно дорогая. И вообще говоря, если вы строите большой, дорогой, хороший телескоп, наивно хочется, чтобы он работал 365 ночей в году. И в мире есть места, где ясная погода 365 дней в году. Но удивительным образом они не находятся на территории нашей необъятной родины. В мире таких мест немного. Вот Европейская Южная Обсерватория, штаб-квартира под Мюнхеном стоит, а сама обсерватория в Чили. И там машины работают, условно говоря, 365 дней. Ну, там чуть поменьше, но процент близок к 100. Но никогда нам не дадут денег на постройку телескопа не на территории страны. И это будет мотивироваться чем угодно. От введения санкций до того, и что же значит, вы будете на Канары ездить в командировку каждую неделю. Это как же так? У нас вот там губернатор так часто не ездит на Канары. Какой будет? Вот. И это проблема. И поэтому все, что выходит за пределы страны, так или иначе, оказывается очень сильно ограничено в самых разных науках. Мы это видим. И вот это третье потерянное решение. Когда там последний раз я долго сидел в итальянской обсерватории, замечательный пример, нужно как-нибудь про него написать детально. Итальянцы заказали аудит всей своей астрономии Европе. Это вообще говоря не дешевая штука была. И он был вполне... То есть вот обсерватория... Мне говорят, Сергей, ты завтра придешь, тут вот никого не будет, там будет уборщица ходить. Ну, ты знаешь, где все ключи, все, если что. А мы, говорит, все уезжаем в Болонию, у нас аудит. И они все едут туда, они все будут... Ну, там не как у нас обсерваторы, где безумное количество людей, там их поменьше. И они все реально отчитывают перед внешней комиссией. У нас так при конкурсном перевыборке не бывает иногда. У меня тоже есть такой же любимый пример. Я несколько лет назад был членом панели грантовой в Финляндии. Один год членов, один год председателем. Значит, это была одна из там нескольких панелей, которая занималась грантами в области как раз вот молекулярной биологии, системной биологии. Ну, то, чего я как-то понимаю. А вот в этой панели, кроме технических работников, не было ни одного Финна. Хотя в Финляндии все происходит. В Финляндии. Это финские деньги финским ученым. Кстати говоря, в Финляндии по рейтингу, по расходам на науку одна из первых. Вот. Ну, там и система образования. Вот. На первом месте Израиль, на втором месте Финляндия, по-моему. Россия, между прочим, где-то посередине. Да, казалось бы, можно было бы подтянуться. Да, мне кажется, там просто какие-то округленные цифры. Корея. Ну, просто нас окружают. Швеция на четвертом, Япония на пятом. Швейцария, Соединенные Штаты, следующая Германия, Австрия. А все-таки на человека, наверное. ВВП. А, доля ВВП. Долю ВВП. Долю ВВП. Ну, вот она может за эти четыре недели упасть от доли ВВП. Что вот сделать у нас такой подзаголовок, чтобы сохранить меценатство в России? Ну, да, пожалуйста. У меня ощущение такое, что мы преувеличим значение династии. Это замечательная совершенно вещь. Но она символизирует вот наступление на науку вообще. Наступление, условно говоря, открытую Россию тоже закрыли. Мы прожили 10 лет без нее. Да, да, да. Вот я думаю, что с династией действительно привлечь, вот если просмотреть чисто, так сказать, по финансам, то ясно, что это не безумно много. Ну, про руль я уже немножко сказал, да, то, что я мог. Но с династией действительно, удивительным образом просто, как вот, лучевой, радиотерапию сейчас делают, значит, когда лучи пускают из разных мест, а в одном месте они все сходятся, и вот там действительно, там вот тот фокус, в котором это должно работать. А вот династия, там совпало сразу и то, что это независимая организация, и то, что это действительно наука, и вот какой-то такой независимый, так сказать, тоже источник финансирования для разного рода вещей. И просветительства, и, так сказать, действительно фигура самого Зимина, в общем, который очень был яркий человек, ну и, собственно, слава богу, есть, да. И вот это все, ну и то, что на самом деле тоже не секрет, скажем, что там сын Дмитрия Борисовича финансировал там какие-то оппозиционные проекты, я не помню их наизусть, да. Из своих личных денег династия-то никакого отношения не имела, но, так сказать, тоже ясно, что там кто-то это в бумажку вписал, да, в картотеп. Вот, и в результате вот так все совпало и грохнулся. И, собственно, общественная реакция, на самом деле, тоже с этим связана, потому что это симптом сразу многих болезней. Ну, вот я не думаю, что роль династии преувеличена. У меня вот у знакомого режиссера есть очень хороший документальный фильм «Во всем прошу винить Битлз». Вот на самом деле, в том числе и советскую, российскую рок-культуру, именно сам факт существования. То есть вот Роллинг Стоунс, условно говоря, их не могли заменить по какой-то непонятной причине. Не так русская душа откликается на музыку Роллинг Стоунс. И династия, я не думаю, что значение преувеличено. Если вот здесь поставить 100 лучших научно-популярных книг, изданных за последние 10 лет у нас в стране, из них 70 будет династийно. Это фантастический вклад. То есть вот такой результат маленького фонда на всю страну, это очень много. А меценатов, ну, во-первых, закон, который позволял бы им не совсем из своего кармана тратить деньги. А во-вторых, все-таки, ну, мне тяжело представить, ну, я представлю, если бы я был и делал бы фонд, это, конечно, была бы вот игрушка такая. А когда ребенок играет, хочет сексистски сказать, мальчик играет, он очень не любит, когда ему говорят, что можно делать, что нельзя. И поэтому, если страшно регулировать деятельность меценатов, он говорит, вот идите и там играйте. Уже не хочется идти и там играть. Хочется идти и играть в другую жизнь. Вот примерно, да. По поводу иностранных агентов. Ну, собственно, забытый полк сейчас будет та же самая история. Да. Я думаю, то, что династия причислена к иностранным агентам, это очень здорово, потому что иностранные агенты, вот это, начинают такая интересная масса собираться интересных организаций. Вот у нас, ну, вот из 70 этих иностранных агентов, которые сейчас, наверное, в Минюсте висят, примерно там 15 это экологов, экологические организации. Это все, больше, больше, блестящие организации, замечательные. У нас получается такое, что скоро это будет достоинством называться иностранным агентам. Да, но потом они сразу станут нежелательными. Они недолго будут достоинством. А вот этого, да, они уже подстелили соломку, да, что-то этого не было. Да, сейчас будет грин-кис нежелательным, биллона будет нежелательным. Да, да, да. У нас сейчас там последний скандал, это Дронт. Замечательная совершенно организация в Нижнем Новгороде, экологическая организация такая, ну, могущая, ресурсная. Она там, я гранты там получала из правительства Нижнего Новгорода, там откуда-то, откуда-то еще там. Десятки проектов по спасению птиц, по подъему водохранилищ. Объявить иностранным агентам, это высоко патриотипно. Да и многие, а Биллону, мурманскую Биллону объявили. Конечно, у нас и женщина в эфире. Это просто полное идиотство, полное идиотство. Биллона привлекла шведских, немецких, этих самых десятки миллионов долларов для того, чтобы очищать от радиоактивного загрязнения, там, эту бухту Андреева и так далее, и так далее. Все это наше дерьмо, которое там копилось десятилетиями атомного, этого самого подводного флота. И после этого ее объявить иностранным агентам? Ну, это знаешь, это, конечно... То есть, я не знаю, я тут не вижу... Вернее, вижу... Как бы это сказать... Чем хуже, тем лучше. Может быть, вот так. Скоро всем... Все большее число людей становится ясно, что что-то не то делается, что-то происходит. Вот династия, да, яркий пример. Вы меня тут в оптимизме укорили. Вот я теперь вас укорю оптимизмом. Что-то, по-моему, нет такого ощущения, что большему числу людей становится ясно, что это не то. На уровне статистической погрешности, по моим наблюдениям. Посмотрим. Смотри, митинг на митинг. Вот Сергей рассказывал, я его перед этой передачей спрашивал. Он был на митинге, мы с вами были в Питере в это время. Он говорит, что вышли на митинг многие люди, которые никогда никуда не выходили. Они не умеют проходить через рамки. Это не болотная площадь, это не сахар. Это совершенно дорогие люди. Они вышли, а их было там 3 тысячи человек все-таки. Ну, да, 3 тысячи от какого? То есть тут можно думать, что стакан на половину пола, на половину пуст. Нет, для научного митинга это на самом деле очень много. Ну, много, да, я согласен. Я действительно был в Питере, но я все-таки там участвовал в предварительной какой-то деятельности с этим митингом. И, если честно, то очень боялись, что не будет заявленных двух. Вот так вот по ощущению. Ну, тут, да, тут скорее не стакан с водой наполовину полный, а рюмка с коньяком, когда многое не наливают, но зато, конечно, хорошие. По нашему... Это вы со своими эколитарными эти самыми... Да, с набистскими. С набистскими осторожнее, да, один раз уже влетели. По решению экологических проблем, я могу точно сказать, что власть боится только массовых протестов. Ничего другого. Ничего другого. Никакой логики. Говоришь там какие-то хорошие слова на будущее. Но при этом, к сожалению, проблема в том, что... Проблема в том, что конкретно вот экологические массовые протесты, они все-таки очень часто, как бы сказать, бывают эмоциональными и научно не очень, значит, адекватными, да, вот там. И вот глядя со стороны там... При всем мое действительно глубокое уважение к экологическому движению, но я там вижу такие чудовищные время от времени... Нет, это трагедия, что там приходится действовать через массовые протесты, а не через нормальную смену власти или, там, я не знаю, смену там региональных начальников или каких-то еще. Это трагедия, но это реально. Ну, я дискутировал, да, я, так сказать, там, по вопросам, скажем, генной инженерии, там, дискутировал с представителями Гринписа, и это довольно тяжело. У меня высочайшая, по-моему, глубочайшая трагедия экологического движения, что они связались вот с такими кондовыми антигмошниками, по-моему. Не, ну, главное, чтобы вам давали дискутировать, а не сажали бы их в холодный изолятор в Архангельский. Это я, ну, и меня тоже, я тоже не хочу в холодный изолятор. Вот, вот как бы так поступить, чтобы у нас за правило была дискуссия, а не допрос. Это я. Ну, нам скажут, что вот перед Октябрьской революцией тоже были меценаты, а наука уцелела, и там половину расстреляли, а она выжила. Ну, это слабое утешение. Ну, это да, и слабое утешение, и все-таки там, если влезать в детали, этот сложный вопрос там, что уцелело, через сколько лет появилось, потому что это сейчас отсюда так кажется, что, ну, был 13-й год, а потом там условный 35-й, да, когда там Академия появилась, все эти зачетки образца 35-го года. На самом деле это 20 лет, если задуматься. И сейчас, да, сейчас, через 20 лет, нужно представить при современных темпах развития, где будет весь мир цивилизованный через 20 лет с точки зрения науки, и где будет все остальное. Ну, да, на самом деле действительно, все-таки наука стала гораздо более быстрой и интенсивной. Рискуем отстать навсегда. Ну, да, и главное, как вот, есть замечательное высказывание, что плохо не когда в стране уже нет людей, которые могут написать в Nature, а плохо когда нет людей, которые могут читать в Nature. Это мое замечательное высказывание. А, да? Ну, вот. Нет, это я придумал. Замечательно. Как можно сказать? Что трагедия наступает, я уж теперь как автор, в авторской редакции, что трагедия наступает не тогда, когда некому написать статью в Nature, а тогда, когда некому прочитать статью в Nature. А, нет, не могу прочитать, да, это серьезно. Если так дойти, то потом очень долго. Да, ну, я помню, при Горбачеве у нас персональный компьютер был запрещен, потому что он считался множительным аппаратом. Он не считался там орудием науки или что-то там, а множительным аппаратом нельзя было иметь в частных. С другой стороны, опять, ну, давайте я тоже попробую потроллить. У нас есть еще там полминутки, да? Да, есть, да. Ну, вот, с другой стороны, есть примеры стран, которые вообще без всякой науки, причем вполне, так сказать, обозримым прошлым, там, как в Южной Корее, да, так сказать, страна с очень жестким режимом. Во всяком случае, по началу, да, сейчас, вроде бы, до некоторой степени демократическая, которая, так сказать, просто с нуля развела у себя вполне приличную науку. В Южной Корее, правда, затраты на науку в тройке стран первых. Правильно. Но затраты про науку, это, так сказать, как еврейская пословица, если что-то можно решить деньгами, это не проблема, а расходы. Вот, давайте на этом мысли мы остановимся, потому что мы, судя по всему, эту дискуссию будем не раз еще продолжать, и надеемся, что в России сохранятся благотворительность и меценатство. Большое спасибо нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Это был член Кор Российской Академии Новок, Алексей Яблоков, и два ученых, которые были, надеюсь, и будут тесно связаны с фондом «Династия» и с передовыми нашими направлениями науки, Сергей Попов и Михаил Гельфант. На Лунах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман, Елена Колупаева.